Добрый день дорогие мои друзья! Вы находитесь на канале Галина Коломейко Кройка и Шитье. Сегодня тема нашей сегодняшней встречи цельнокрайонный воротник с полочкой, но приточной со стороны спинки. Мы разберем все от начала до конца. Как его строить? Строить естественно будем сразу на ткани. Я воспользуюсь для нашей встречи вот такими вот заготовками, вот такими вот базовыми выкройками, которые я сделала из бумаги. На самом деле конечно я краю все сразу здесь. И особенность, это один из моих любимых воротников, вот такой вот воротник. Почему? Потому что он не требует никакой доделки, переделки, подгонки и так далее. Меньше всего проблем, это во-первых. И во-вторых, больше всего возможностей. Ведь если вы поймете как строить шалевый вот такой воротник, вы легко можете сделать воротничок, скажем вот такой. Вот такой воротничок можно сделать. Можно сделать также воротничок какой-то любой опаж. Допустим, вот такой вот воротничок, задняя часть остается неизменной. А вот этот вот отлет воротничка, то что мы видим спереди на нашем изделии, оно может иметь совершенно любую форму. Не хочется здесь это загромождать, поэтому показывать не буду. И так наша цель обозначена. Мы хотим построить вот такое вот изделие. Для начала я рисую на ткани линию низа. Затем обычно я рисую серединку переда. Так как у нас с вами пойдет шалевый воротничок, я от кромочки отодвинусь. Вот это у меня будет середина передней половинки. Затем спинку я буду строить к сгибу, прикладывая свое лекало. А полочку я буду строить, прикладывая свое лекало к середине переда. Итак, мы с вами можем увидеть, как я переношу бумажные лекала на ткань. Сначала в тонких линиях, потом с помощью пластикового лекала прорабатываю их яркими, плавными, красивыми линиями. Добавляю припуски. Выточки обязательно помечаю все вершинки горизонтальными, перпендикулярными линиями. Для того, чтобы не сделать их разными по длине. Переношу нагрудную выточку в талевую выточку вниз. И тоже повторяю все с самого начала. Обвожу сначала штрихами. Затем уже убирая бумажное лекало, делаю это с помощью лекала пластикового. Четко, ясно и красиво. Итак, смотрите. Прежде чем приступить к построению цельнокрайенного уродника, надо сказать, что вот это все я тоже делаю сразу на ткани. Это сейчас для вас я сделала так, чтобы было покороче и попонятнее. Я определяю уровень первой петли. Всегда нужно определять уровень первой петли. Где этот уровень? Вот это первая петелька наша будет, да? Первая пуговочка. Вы обратили внимание, что это находится примерно посередине, совпадает с линией груди. Так чаще всего бывает и в жизни. Редко, когда бывает как-то иначе, хотя для жакетов можно и ниже делать, у которых топик внизу будет, да? Теперь я от линии центра откладываю величину полузаноса. В моем случае это будет 2 см. Уровень первой пуговочки или первой петли будет у меня вот здесь, совпадает с линией груди. И я нарисовала вот такую линию. Дальше. Восстанавливаем прямой уголок в точке А. Нарисовали. Это будет соединяться с горловиной спинки. Сразу же отодвигаемся на величину припуска. Припуск по горловине был всего 7 мм. 5-7 мм. Ну 7 пусть будет. Поэтому мы отложили поменьше, чем по плечу. И от этой точки, это у нас точка А, мы откладываем длину горловины спинки. Длина горловины спинки, я ее измеряла, 9 см. Обычно это 9 см. Вы можете взять страховочку, как я обычно и делаю. Значит мы 9 см отложили, снова строим прямой уголок. И страхуемся, берем, скажем, 2 см. Вот так вот берем 2 см. Это припуск сразу у нас идет. Затем мы, это середина спинки. Это тот шовчик, который мы видим вот здесь. Вот он шовчик у нас. Вот он шовчик на середине спинки. Затем мы откладываем ширину воротничка. Ширина воротничка, ну давайте возьмем 7 см. 7 см, обычно я беру поменьше. И я восстанавливаю в этой точке третий перпендикуляр. Вот так. На нем откладываю длину горловины спинки 9 см. И вот здесь 9 см. Вот. И у меня получился такой прямоугольничек со сторонами 7 и 9. Это ширина воротничка сзади. Давайте сразу добавим сюда припуск небольшой, 5 мм примерно. Воротничок сзади может быть разным. Может быть вот таким овальным. Тогда отлет будет побольше. Может быть вот таким. Обычно у стоек это делают, тогда отлет будет поменьше. Возьмем самый простой вариант. И самый распространенный, когда здесь строится прямой угол. Прямой угол 1, прямой угол 2 и прямой угол 3. Все. Делим вот это расстояние пополам, 7 пополам, 3 с половинкой. Это начало линии перегиба лацкана. Воротничок сзади перегнется вот посерединочке. Он будет прилегать у нас к шейке. Не будет пока отлетать никуда. Да? Значит это начало линии перегиба лацкана. На рисуночке она у нас вот она. Вот начало линии перегиба лацкана. И вот она идет у нас сюда. И здесь она идет у нас вот сюда. И нам нужно определить конец линии перегиба лацкана. Видите точка L? Она лежит всегда на краешке борта. На краешке борта, да? Где у нас край борта? Вот он край борта у нас. Вот эта линия. И я нахожу эту точку ниже первой петли на полтора сантиметра. Вот она у меня точка L. Я ее выбрала. Я спустилась от первой петли на полтора сантиметра вниз на край борта определила. Затем я соединяю. Штрихами можно соединить. Эту серединку и эту точку L. И у меня получилась линия отлета воротника. Вот эта линия. Теперь мне остается нарисовать только... Вернее, линия перегиба лацкана получилась. Теперь мне остается нарисовать линию отлета воротника. То есть вот эту часть. Вот эту часть. Что я с успехом и выполняю? Я смотрю на рисуночек. И все, что у меня здесь нарисовано, я пытаюсь повторить. Ну, например, скажем, это будет у меня вот так. Мне не надо слишком большого какого-то варианта. И добавляю припуск на обработку данного участка. Потому что мы с вами, я хочу его до конца сшить. Чтобы было понятно не только построение, но и была понятна еще и обработка технологическая. Вот так. Если бы мне хотелось сделать здесь воротничок, скажем, вот такой вот английский, я бы вот такую картинку нарисовала. Если бы мне хотелось сделать опаж, я бы такую картинку нарисовала. То есть отлет воротника может быть абсолютно любой. Если вот эта часть и нижняя часть подготовки всегда одинаковы, выбор первой петли, выбор линии края борта полузаноса, то отлет воротника вот от этой точечки, задняя часть тоже всегда одинаковы, он всегда может быть у вас разный. Вот этим мне нравится этот способ, потому что он дает большое-большое преимущество. Ну, собственно говоря, вот и все. Что я сейчас сделаю, не отвлекая вашего внимания? Я все это вырежу. А вырезав, так как я готовлюсь к тому, чтобы мне это дошить, мне нужно будет еще подкроить под бортик. И все это я вам тоже сделаю. Итак, мы вырезаем с вами наши детали. В этот момент обязательно ставим все необходимые нам рассечки. Это стороны выточек обязательно. Для того, чтобы выточки не сделать разными по ширине, мы уже будем при сметочке ориентироваться на вот эти наши рассечки. Так, вот так вот. Теперь на оставшейся ткани располагаем переднюю половинку и начинаем подыскивать место для нашего подбортика. С тем учетом, чтобы долевая нить у основного изделия у подбортика были одинаковыми. Просто повторяем контуры. Не забываем про то, что в этом уголочке должна быть рассечка после того, как мы ее проклеим. И оформляем внутреннюю сторону. Значит, на участке до первой пуговочки, вот до сих пор, у нас идет всегда вот такая, вот этот центр у нас был, да, идет прямая линия. Две величины полузаноса. Два, три сантиметра, три сантиметра, обычно шесть сантиметров. И мы до этого участка всегда делаем параллельную центру и краю борта линию. Вот так. Вот так я выбрала одинаково. А уже от уровня первой петли я ухожу к плечу. И к плечу я ухожу. Вот так я бы нарисовала, если бы у меня были припуски. Так. А сейчас я должна сюда добавить припуски. Но так как здесь у меня уже припуска нет, вот так я должна была бы положить, да, и нарисовать еще припуск. Я просто-напросто сделаю эту линию вот так. Потому что здесь не имеет значения, насколько больше, насколько меньше у нас получается ширина вот этого подборта. И вот сейчас я уже вырезаю в готовом виде. То есть я никогда не делаю вот здесь вот уступчик какой-то. У меня все гладко. Единственное, что я помечу себе, я помечу, что вот в этом месте у меня начинается, у меня начинается плечо. Еще разочек посмотрите, что у нас получилось. У нас получилась вот такая вот один к одному картинка. То есть мой край бортика выглядит вот таким образом. Вот так вот. Вот так вот он выглядит, мой край бортика. Ну что дальше? Дальше мне надо вот это все заклеить дублеринчиком. Я не буду вам это показывать, я это заклею с обеих сторон, с этой и с этой. А здесь я дублеринчиком заклею вот эту вот серединку. Или так оставлю, посмотрю, потому что как исключение из правил. А сейчас я буду переносить нужные мне точечки на другую сторону. Делать я это буду с помощью вот таких вот булавочек. И так вот, что у нас получилось. Сейчас мы начинаем все это сметывать. Вот этот кусочек желательно проклеить, потом сделать рассечку. Если я дублерина сейчас не дождусь, и мне нужно будет это делать, я эту рассечку сделаю без дублерина. Но вы обязательно должны уголочек проклеить дублерином. Ну, у меня ткань такая, что она позволяет это сделать. И так у нас идет сметывание. Итак, обратите внимание, как я сметываю выточки, если у них нет серединки. Один край широкий и просто вершинка. Посмотрите, сначала булавочка ставится у меня поперек, ограничивая ее длину. Затем две булавочки ставятся, две или три булавочки, чтобы убедиться, что стороны совпали. Затем я их перекалываю тоже поперек, перпендикулярно. И только после этого начинаю сметывать. Делаю узелок или закрепку вначале. Стежки делаю 0,7-1 сантиметр. И к самому концу выточки делаю их настолько частыми, насколько мне позволяет ткань и моя иголочка. А потом никакой закрепки я тоже не делаю. Очень часто сметала конец выточки. И оставляю хвостик, ниточки, сантиметра 4-5 сантиметров. Вот и все, и выточка моя сметана. Сейчас я много раз это все повторю. Никогда не ставлю закрепочки, обратите внимание, в конце своих выточек, потому что потом при стачивании они мне явно будут мешать. И делаю это довольно-таки быстро. Ну а если у вас выточка, скажем, талиевая на платье, и она имеет серединку, то я всегда рисую серединку и одну сторону. И начинаю сметывать, тоже обозначив перпендикулярными булавочками начало, конец и серединку. И после этого уже перегибаю по середине выточки, которая нарисована. И вторая нарисованная сторона мне не нужна. То есть я работаю максимально рационально для того, чтобы сберечь свое время. Ну а если у нас идет тот шовчик, который мне нужно закрепить, например, вот средний шов сейчас на воротничке по спинке, то обязательно делаю закрепку. Это неизбежно. Мы начали сметывание полочки. Так как дублерина у меня пока еще нет, Володя мне его не принес, я вот эту рассечку поставлю без дублерина. Мы сметали, но уже с закрепкой, в отличие от вот этих выточек. Вот это поставили закрепочку, тут узелочек, тут закрепочка. И сейчас я сделаю рассечку из уголочка, не доходя миллиметра два до нашей точки А. Вот таким вот образом. Без этой рассечки сметочка не имеет никакого смысла. Вот так она у нас выглядит. Посмотрите, пожалуйста, это рассечка. Все, рассечку поставили. Это мы все сметали. Можем раскрыть и начинать сметывать наши вот эти выточки. Здесь мы сметываем. Теперь уже полочку. С выточками та же самая история. Обратите внимание на то, что если у вас распашное изделие, то вам обязательно нужно поставить ниточку по центру, по центру левой половинки, по центру правой половинки. И в этом месте я уже никогда не ставлю ни узелочков, не делаю никаких закрепочек, для того, чтобы потом, когда изделие будет у нас дошито, легким движением руки, как говорится, ниточки по центру просто взять и удалить. А после того, как мы сметали полочку и спинку, останется завершающая часть нашей работы. Это сметывание плечевого пояса, а именно левого и правого плечика и вметывание задней половинки воротничка в горловинку. Это мы посмотрим в следующий раз. Итак, всего вам доброго! Всегда ваша Галина Коломейко.